Как приглушить визуальный шум? В среду в городской администрации этот вопрос обсуждали с арендаторами и владельцами коммерческих помещений, расположенных на центральных улицах в так называемом историческом центре, на Красной Армии, 10 августа и проспекте Ленина. Цель – разъяснить предпринимателям суть нового дизайн-кода, к нормам которого должны быть приведены все вывески, расположенные на данной территории. Существовавшее в недавнем времени отсутствие необходимого нормативного регулирования и эффективных мер воздействия привело к тому, что фасады домов на данных улицах закрыты самыми различными по оформлению, стилистически не сочетающимися между собой, зачастую информационными рекламными конструкциями на стены МПНО, световыми коробами. Значительная часть конструкции устарела, как морально, так и физически, размещена без учета архитектурных, исторических, стилистических особенностей здания. Предприниматели будто хотят перекричать друг друга рекламой, но вместо этого создают тот самый визуальный шум, который не только не привлекает потребителя, а наоборот отталкивает. В качестве примера привели центральные улицы столицы, где вывески выполнены в едином стиле и информируют прохожих, не отвлекая внимания от архитектурных форм. Именно так в идеале должны выглядеть и ивановские фасады, а иначе штраф. Сумма штрафа установлена в границах от 3 до 60 тысяч рублей. На составление протоколов по указанному нарушению уполномочено Управление муниципального контроля администрации города Иваново. Со многими правилами предприниматели не согласны. Например, по дизайн-коду вывеска не должна представлять собой единую конструкцию. Буквы должны быть отдельными, без подложки. А это делает вывеску дороже в несколько раз. Также по новым правилам арендаторам площадей торговых центров запретят размещать рекламу снаружи зданий, только внутри. Но арендаторы маленьких ТЦ считают эти правила убийственными для своего бизнеса. В крупном торговом центре, в котором есть зона навигации, где есть детские площадки, где есть кинотеатр, где есть личная парковка, где есть зона фудкортов. То есть там весь поток людей находится внутри торгового центра. Соответственно, вся навигация, все вывески находятся внутри торгового центра. Сейчас нас заставляют маленькие торговые центры, в которых 3-4 арендатора всего, снять вывески с фасада здания. Как мы заведем туда людей? Потока там нет. Никакого абсолютно. С помощью рекламы это огромные деньги выкидывают для того, чтобы их туда завести. Что делать с этим противоречием, пока неизвестно. Но так или иначе, дизайн-код уже готов. С новыми нормами размещения вывесок можно будет ознакомиться в самом ближайшем будущем. У предпринимателей будет время привести лица своих предприятий в достойный вид. В городской мэрии обещали никого не штрафовать до сентября.